Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже среда, 15 ноября 2023 года. С каких же новостей мы начнем сегодняшний день? А вот с каких, друзья. Европа накормит бедняков Латвии. Латвии помогут семьям с доходом до 988 евро в месяц. Разбираемся, друзья. Правительство поддержало предложение Министерства благосостояния Минблаго о повышении порога дохода для малообеспеченных латвийцев при получении поддержки в виде наборов продуктов. Гигиенических и школьных принадлежностей. Поправки были приняты к правилам реализации программы Европейского социального фонда по облегчению материальных проблем на 2021-2027 годы. Условия для получения помощи. С 1 января 2024 года домохозяйство с низким доходом, у которых ежемесячный доход не превышает 412 евро на первого или единственного члена домохозяйства, и 288 евро на каждого последующего члена домохозяйства смогут получать пособие в рамках программы Европейского социального фонда. К примеру, для семьи из трех человек доход должен быть не больше 988 евро. Не больше. В настоящее время этот порог составляет 376 и 264 евро. Соответственно, 904 евро для семьи из трех человек. Это сейчас составляет. То есть, с 1 января помощь дойдет и до семей с доходами от 905 до 987 евро, которые до 31 декабря сего года, 2023 декабря, на нее не могли рассчитывать. Как и прежде, основание для получения этой помощи будет письменное подтверждение социальных служб, самоуправления, что домохозяйство соответствует статусу нуждающегося, малобеспеченного или находящегося в кризисе домохозяйства. При этом поправки правительства предусматривают продление права на продовольственную поддержку детей для малообеспеченных семей с маленькими детьми до 2 лет, до 31 января 2024 года. И это решение призвано позволить семьям, которые в период с июля по ноябрь текущего 2023 года не имели доступа к дополнительным наборам детского питания, сохранить право на получение дополнительного комплекта детских продуктов в более поздний срок. Адреса выдачи пакетов помощи. Подробная информация об условиях получения этой помощи, ее периодичности и адресах выдачи с телефонами ответственных лиц Адреса имеется на специальном портале, называю по буквам этот портал. АТБАЛСТАПАКАС.ЛВ Адбалстапакас.ЛВ Здесь имеется ссылка Адбалста Комплекту Издалес Виэту Ун Малтышу Санэмшанас Виэту Информация Скатама Шейд Информацию А пунктам раздачи наборов поддержки и пунктах выдачи еды можно найти здесь. То есть, по которой можно получить список городов, краев, где находятся пункты поддержки. Повторяю, друзья. И прошу вас всех, будьте внимательны. Я стараюсь помедленнее. Ну, зайдите вот на этот адрес и найдете там подробно. Кто может найти, кто не может, помогите, пожалуйста, друзья. Соседи, близкие, знакомые, помогите. Пожилым людям особенно. Ну, возможно, малообеспеченных. Ну, нет компьютера, друзья. Ну, далее, друзья, слушаем. Надо помогать, друзья. Быть надо человечнее друг к другу. Выбрав нужный, ищите конкретные места поддержки с адресами, телефонами и временем работы. Там же указывают контактные персоны и их телефоны и электронные адреса. В Риге сейчас имеется 18 пунктов помощи. Например, Рига, улица Амату, 4, Латвийский Красный Крест. Конкретная персона по программе помощи Рамона Стрипкане. Телефон. Повторяю. Рамона Стрипкане. Это ее имя, фамилия. Телефон называю 24504985. Повторяю телефон. 24504985. Это контактная персона по программе помощи Рамона Стрипкане. Рабочий день с 9.00 до 17.00. Далее. Контактная персона из общества Латвийский Красный Крест. Алла Круглова. Телефон называю 67686304. Алла Круглова. Повторяю. 67686304. Электронный адрес. Алла. Круглова. Собака. Редкросс. ЛВ. Ну, естественно же, английскими и латышскими буквами, друзья. Понимаете, да? Теперь будем говорить о суповых кухнях. Продолжаю. При поддержке Европейского социального фонда сейчас в Латвии 29 бесплатных столовых обеспечивают выдачу блюд. Адреса и время работы на adbalstopakas.lv в разделе «Информация». В главе «Супас. Виртуэс. Суповые кухни» со ссылкой «Саракст. Ар. Супас. Виртуэм. Список суповых кухонь». Важно. Для того, чтобы получить питание, человеку не нужно предъявлять справку о статусе. А теперь продолжаем. Содержимое продуктового набора. Буду перечислять полностью содержимое продуктового набора. В пакет питания «З-2023» под названием таких, к примеру, входит овсянка 1,2 кг, хлопья 4-х зерновые 2 кг, крупа перловая 2 кг, гречка 3 кг 600 г, макароны 6 кг, мука пшеничная высшего качества 1 кг, рис 2 кг, тушеная свинина 4 кг, сахар 1 кг, яичный порошок 0,5 кг 500 г, сгущенное молоко с сахаром 2 кг, горох 4 кг, масло рапсовое, рафинированное 1 литр, сухое обезжиренное молоко 1 кг. А теперь о составе гигиенического пакета. Перечисляю. В набор предметов гигиены и домашнего обихода пакет «Х-2023-2» входит. Ну, это пакет под таким номером. Входит жидкое мыло 300 мг, шампунь для волос 500 мг, зубная паста для взрослых 75 мг, зубная щетка 1 штука, жидкое средство для стирки 1000 мг, средство для митья посуды 500 мг. Программа «Сократить материальную необеспеченность в 2021-2027 годах». Начинаем. Эта программа касается очень большого круга людей. Большая просьба, послушайте внимательно. Возможно, это кому-то и пригодится, друзья, вот эта новость. По данным Минблаго, Министерства благосостояния, еще в 2019 году статус малоимущих был присвоен 41 522 лицам, в том числе 10 349 детям, а статус малообеспеченных 45 564 лицам, в том числе 6 512 детям. Сильнее всего подвержены риску бедности одинокие пожилые люди старше 65 лет, друзья. В 2019 году их доля составляла 71,7% в 2019 году, в 2018 году 74,9%, а в 2017 году 74%. Второй по величине группы общества подвержены риску бедности являются лица в возрасте до 64 лет, проживающие в одиночку. В 2019 году доля таких людей составляла 30%, в 2018 году 31,7%, а в 2017 году 31%. Доля населения подвержена риску бедности также одна из самых высоких в Европейском Союзе. Подчеркну, одна из самых высоких в Европейском Союзе. Наш канал, повторяю, называется «Мы живем в Латвии». Речь идет про Латвию. В 2019 году у Латвии был третий самый высокий показатель – 21,6%. В этом плане мы стоим сразу после Румынии. Соответственно, Румынии 23,80% и Болгарии 22,7%. Не буду останавливаться, комментировать. Вы знаете мою точку зрения. Дальше продолжаю новости. В Латвии также один из самых высоких показателей глубокой материальной необеспеченности в Европейском Союзе. Хотя его изменения свидетельствуют об улучшении ситуации. Он снизился с 16,4% в 2015 году до 7,3% в 2019 году. Но все же превышает средний показатель по Европейскому Союзу в размере 5,4%. Одно слово добавлю – просто ужас. Эта катастрофа уже давно продолжается у нас здесь в Латвии. При этом соотношение доходов в Латвии является одним из самых неравномерных в Европейском Союзе. В 2018 году доходы 20% самых богатых жителей превышали доходы 20% самых бедных в 6,8 раза. В 7 раз, господи, друзья. Но это вилами писано. Больше во всем. В связи со всем этим Минблаг разработал проект программа «Плюс» с помощью Европейского социального фонда по сокращению материальной необеспеченности, повторяю, необеспеченности в 2021-2027 годах, который направлен на решение проблемы недостаточной обеспеченности продовольствия, основных материальных лишений и сокращения социально-отторжения. Далее, друзья. В рамках программы «Малообеспеченным домохозяйством» Господи, даже называть-то это, друзья, ну это ужас. Повторяю, в рамках программы «Малообеспеченным домохозяйством» будет оказана поддержка в виде продуктовых наборов и готовой еды. И вот до чего докатились. Не могу сдержаться, друзья. И я немножечко сейчас вам, ну как бы сказать, друзья, я вот, вы заметили, я начал останавливать видео периодически, потому что проблемы со звуком. Да-да-да, друзья, я вот ищу сейчас проблему, чтобы исправить и чтобы не было и впредь. Так что периодически будут, ну, может быть, вы не заметите, друзья. Дальше продолжаю. Для домохозяйств с детьми до двух лет предусмотрены дополнительные продуктовые наборы и предметы гигиены для детей грудного и раннего возраста, а для домохозяйств с детьми школьного возраста от 5 до 16 лет и индивидуальные школьные принадлежности. Общее финансирование программы составляет 38 миллионов 280 тысяч евро, в том числе 32 миллиона 540 тысяч евро со финансирования Европейского Союза, 3 миллиона 600 тысяч евро финансирования из государственного бюджета, ну, естественно, Латвии бюджета. Так как вклад государства в программу не может превышать 10%, из государственного бюджета будет предоставлена дополнительная поддержка аналогичных мер вне программы в размере 2 миллионов 130 тысяч евро. Также предусмотрена возможность участвовать в дополнительных мероприятиях по уменьшению социальной изоляции. Партнерские организации будут оценивать потребности домохозяйств и предлагать возможность участвовать в информационных, неформальных и образовательных и социальных мероприятиях, а также индивидуальные консультации или участие в группах поддержки или самопомощи. Исходя из опыта программы в 2014-2020 годах ожидается, что в дополнительных мероприятиях примут участие около 10% общего числа получателей помощи. На этом, друзья, я буду заканчивать эту новость. Надеюсь, я все-таки надеюсь, кому-то эта информация была полезна. Пишите комментарии, друзья. Что вы думаете про вот эти вот новости? Что Европа накормит бедняков в Латвии и что помогут семьям с доходом уже до 988 евро в месяц. Возможно, кто-то эту новость не увидит. Но если вы эту новость увидели и есть у вас знакомые или близкие или еще кто-то, через них передать людям, которые именно нуждаются в этой помощи, друзья, о таких, скорее всего, очень и очень много, которые многие даже про это и не слышали. Но это я так думаю, друзья. Пишите комментарии. Поставьте лайк под видео, пусть больше увидят эту информацию, друзья. Подпишитесь на наш канал. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Спасибо вам за поддержку нашего канала. До свидания, до следующих видео. Спасибо, друзья.